Байрактар ТБ-2. Турецкий, ударный, оперативно-тактический беспилотник. Чудо-птица, которой украинские военные поют оды. В свою очередь российские оккупанты боятся 6,5-метрового дрона, как огня. Очень много потерь. Ждали. Головая колонны попала в засаду. Командир полка погиб. Артиллерия, танки. С беспилотника, кстати, я понял, Байрактар летает. При весе в 650 килограмм дальности управляемого полета до 150 километров и возможности находиться в воздухе от 12 до 24 часов, турецкий беспилотник вмиг стал господствовать в украинском небе. При этом на вооружении ВСУ на сегодня числится меньше сотни таких железных птичек. В современной войне беспилотные летательные аппараты отыграют все большую роль. Это показывает практика и украинской войны, и других войн, которые шли последние годы. Именно турецкие беспилотники, Байрактары, одни из лучших в мире на сегодня. Байрактар – это ударный беспилотный летательный аппарат. То есть он не просто передает информацию, он несет на себе ударное вооружение, соответственно, он может поражать цели противника. Однако и они наводят ужас на оккупантов. Завидев в небе хоть что-то отдаленно напоминающее беспилотник, те, как мыши, забиваются по углам. Но вскоре недобитым остатком российских срочников, которых их генералы пачками отправляют на убой, будет точно не до смеху. Если несколько десятков турецких дронов смогли не только замедлить врага, но и отчасти переломить ход войны, то что говорить, когда в небе над Украиной поднимутся уже сотни байрактаров? Байрактаров, они довольно успешно противодействуют средствам российской радиоэлектронной борьбы. Потому что все бытовые беспилотники, вот эти маленькие квадрокоптеры, они либо подавляются, либо сбиваются. Средством байрактары все-таки это более современная техника. А скоро Украина сама начнет производить чудо-дроны. Их количество у наших защитников возрастет кратно. Это произойдет благодаря соответствующему соглашению между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников байрактар. Однако для налаживания совместного производства нужно время. Поэтому пока украинским защитникам стоит рассчитывать лишь на имеющийся арсенал беспилотников и помощь волонтеров. Последние, как известно, покупают байрактары для нужд ВСУ чуть ли не пачками. Любимые украинцы, этот день настал. Мы покупаем байрактары и я предлагаю вам присоединиться к этому благородному делу. Массово присоединяются к этому благотворительному челленджу и европейцы. Вслед за поляками и литовцами, уже собравшими необходимые деньги на турецкие беспилотники, помочь украинцам решили и норвежцы. Там хотят собрать 55 миллионов крон, почти 5,5 миллионов долларов, и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Литва собрала средства на один байрактар за три дня. Польша собрала деньги на три байрактара. А Украина собрала средства на три байрактара за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать, по крайней мере, то же самое. Помощь со стороны всего цивилизованного мира с каждым днем вселяет все больше уверенности в нашей скорой победе над оккупантами. И раз за разом заставляет украинских военных, вздымая беспилотники над вражескими позициями, напевать старый добрый мотив, вызывающий неподдельную дрожь у противника.